здравствуйте дорогие мои друзья знаете вот чуть не каждый день зарекаюсь не говорить о политике но их но их этих козлов честно говоря и наших импортных зарекаюсь и родственники друзья мне говорят чё ты вот все этого лысого гоняешь но чё ты вот чё тебе надо что ли больше всех но заме тут же тебя но заме тут час запакуют за экстремизм и вообще как говорится ну на старости лет будешь там по этим каково по тюрьмам да по пересылкам какие контоваться будешь там свои байки рассказывать этим сидельцам ну если будут слушать еще ну друзья мои да ну вот посмотрю новости и думаю да что ж такое да что ж вы творите да что ж вы творите даже вот знаете с позиции идеального зла ну хочется знаете вот даже злодеев хочется иметь такими колоритными харизматичными а тут смотришь какой-то глистогон какие-то глисты просто вот ошибка на ошибке я не могу сегодня новости великолепная победа фсб прямо к спецоперации фсб прямо все козыри приготовила ну и для внимательного человека что же посмотрим эти козыри я думаю что страна должна иметь настоящие профессиональные жесткие спецслужбы которые как говорится не за деньги а за за страну должны переживать но вижу наоборот каких-то каких-то пузатых дядек которых там лица закрывают каких-то там очкариков как говорится в попе шариков явно на оперативники фсб не со спортом не не с башкой не дружат даже и вот организация этого пиара настолько дешевая и тупая что я думаю ну вы ребята блин хочется сказать слушайте возьмите меня я вам сделаю вот даже из этого говна можно сделать конфетку хотя бы пиаровский чтобы вот это в глаза не бросалась вот эта тупость ну что же давайте по порядку хватит возмущение хватит возмущение то и так задержан какой-то консул или там консул до украины который в ресторане передавал получал от какой-то женщины специальные секретные сведения и значит сидит дядька в ресторане ничего там нету там телефон у него там чашка кофе женщиной наверно подосла наверное это шпионка на спровоцировал сказал зайдем в ресторан после поедем ко мне да вот ну и конечно украинский дипломат соблазнился на эту на эту ситуацию ну что ж поделать мужчина мужчина так сказать это но не старый не старый такой молодой молодой ловелас и значит подходят строгие мужчины с пузами лица закрыты значит его берут телефон человек в маске эксперт берет его телефон кладет в пакет чтобы там все точно наверное в этом телефоне есть информация может быть там фотография не знаю путина с голым задом где-то он там передает ему женщина тайным образом все возможно все возможно но друзья мои знаете напоминает фильмы восьмидесятых годов о шпионах когда чтобы микропленку надо было там шпионы клали где-то специальные были камень который секретом там из пластмасса или из какого-то дела с камень клался где-нибудь в парке и какой-нибудь дипломат завербованной спецслужбами там утренняя пробежка вечерняя и он там в этот камешек с этот секретную пленку клал на другой там дипломат который должен был ходить за которым следили он в этот праг пробирался эту секретную пленку брал в этот камешек клал пачку с долларами чтобы оплатить это предательство времена такие друзья мои прошли сейчас вы любую информацию можете очень быстро со своего телефона передать куда угодно из-за нее же вы вы можете получить средства и лично встречаться в ресторане знаете прямо постанова вообще просто дешевейший как вот мы смотрим фильмы про мафию там обязательно такие терки и сходки в ресторане приходят и значит перетирают обстоятельства но это красочно красочно но дешево верим ли мы что эта женщина передала что-то дипломата да может быть но это было когда-то там то есть это не надо для этого что-то организовывать но дипломата взяли возможно он хотел попантоваться перед теткой из фсб да я там я такими делами кручу если мы поговорим наедине тет-а-тет я расскажу тебе все или она сказала я знаю где-то как говорится непристойные фото там какого-нибудь патрушева или володина или даже самого и эти сведения дорогого стоят они взорвут весь мир но за это мне нужно встретиться в ресторане оплатишь как говорится мне шикарный обед и тогда а потом может натурой расплачешься но это не знаем мы как как действуют эти службы но дешево друзья дешево и сердито не верю не верю значит наши вышибли этого дипломата украинцы с такой же с непризятлю какого-то нашего там этого в посольстве за шкерман взяли и тоже вышибли но него поработали но спецслужба читали спецоперация средства израсходованы на дело мы понимаем что все это пыль вместо того чтобы ловить настоящих шпионов они занимаются хренью и очковтирательством нам и своему начальству гнать их в шею даже вот это кто там бортников гони дядюшка бортников гони этих оперативников и весь этот отдел в шею в шею возьми нормальных ребят возьми нормальных ребят не зажравшихся ну и конечно спецоперация опять же лукашенко великолепный вы сейчас скажете на нашего батьку не наезжай мы там за него кровь прям вот помните историю о том что какие-то агенты по телефону тоже спецслужбы беларуси перехватили этот шифровку телефонный разговор прослушали джон присылай деньги на переворот в беларуси хорошо там хорошо там сказать мы пришлем когда встречаемся то есть на уровне такого детского шпионского романа там мистер мистер джон в шляпе в очках и говорит все занимаемся шпионажем и за это получаем большие деньги да да мы будем заниматься настоящим шпионажем и будем за это получать и будем шикарной покупать себя авто и виллы за эти деньги да вот уровень просто чумовой уровень подготовки как я понимаю ну белорусской фсб даже вот эту постанову и лукашенко выступает как же мы выяснили этих мерзавцев которые хотели похитить детей детей лукашенко и на него переворот организовать и даже нашли погреб в гомельской области где этих детей бы содержали друзья мои у меня тоже есть погреб правда это кроме как этим ну разные баночки там запасы я там ничего не содержу слава бог никаких детей но даже погреб нам не показали хотелось бы посмотреть в каком погребе собирались держать детей то есть уровень тоже детского сада я знаю но никому не скажу и вот какие-то мерзавцы хотят сделать переворот народ хочет чтобы ты ушел вот и все народ хочет но какие-то американцы конечно замышляют конечно не замышляют спору нет я не сомневаюсь что американцы замышляют и и циру замышляет спецоперации в белоруссии и замышляет спецоперации у нас но делают это не так дешево как вы это показываете то есть вы показываете эти фейковые нам сами этих шпионов лепите и самих сдаете вот и все вы занимаетесь от очков втирательством народу своим даже да надо бороться со шпионажем надо но шпионы это серьезные дядьки и тётики и тётики которые не будут заниматься этой хренью встречаться в ресторане и опять же по наводке значит бел опять же в ресторане заметают белорусского какого-то политолога и адвоката которые договаривались отключить энергопитание во всей белоруссии захватить там почту телеграф перри прямо задержали можно сказать дедушек лениных которые собирались целая организация политолог и адвокат как же они могут пробраться и вырубить рубильник везде у них есть знакомые генералы да сейчас там начнут наверное знакомые генералы которые вырубят это чтобы покушение на все это блеск 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 дерьма в полном идиоты пиарщики гнать лукашенко гони в шею и сам лепишь ерунду и уровень уровень друзья мои спецслужбы должны быть спецслужбами они нам показывают мы это видим по понижении уровня по любым передачам вот если вы внимательно посмотрите берут какого-то террориста показывают я не знаю там это дробовик какой-то пакетик якобы там с этими с гвоздями что он там собирался что-то там бутылку белизны чтобы там что-то из бытовой химии он смог соорудить а знаете когда взрывается что-то взрывается явно не от бытовой химии от профессиональной взрывчатки и мы понимаем что явно не эти пацаны которых там ловят какие-то знаете но ну не знаю там узбеки и таджики но из какой-то вот люди южной национальности при перепуганные молодые люди там лежат скованы и вот у них найдена экстремистская литература не знаю наверно там не знайка на луне или чиполлина они тоже считают экстремистской литературой и вот там из доказательств там какой-то дробовик лежит там ну или пестик может быть газовый все экстремистская литература гвозди там какая-то бытовая химия все накрыли прямо организацию тот же уровень друзья мои все постанова дешевый постанова поэтому ну смешно смотреть и грустно с другой стороны потому что понимаешь что на самом деле родина то не защищена то есть что есть шпионы есть есть без сомнения но они настоящие они эти фейковые а эти ребятушки ребятушки браво ребятушки не могут не могут поймать никого они могут врываться композиционерам журналистам хватать их за то что там что-то сказали могут объявлять там экстремистской организацию какую-то что вы там что-то там каких-нибудь кто там кто у нас экстремисты братья еговы там вот у нас там тоже что-то ну они прямо такие экстремисты что отец сергий экстремист потому что проповеди читал библейские библейские истории своим прихожанам читал монахини из монастыря там онкобольные это экстремисты ну вот понимаете шаман это вот экстремист вообще прямо но его надо вот прямо держать всех ушки а где где ваша борьба где реально вы можете что-то сделать только бздеть я смотрю и уровень уровень оперативников фсб уровень тоже они уже все сидят в кнопочках сидят вот здесь там читают комментарии думать ну как вот мы там кого мы прижмем там вот этого хорошо из этого мы сделаем он там что-то сказал мы сделаем из него там так сказать экстремистом а по-настоящему то против кого можете бороться реально кого вы можете защитить похоже вы и зады свои уже скоро не сможете защитить на самом деле это для лукашенко конечно там америка финансирует конечно финансирует и вы финансируете это государственное дело в конце концов вот это вот борьба но с вашим профессионализмом вы просираете и белоруссию и россию поэтому надо этих гнать ну и конечно наверху тоже как говорится надо все система образования потому что я уже сомневаюсь что ну раньше готовили до было с была система обучения великолепная в кгб в школах кгб об этом я знаю я знаю некоторых людей очень образованных очень культурных но они уже ушли из этой службы остались понторезы которые вот там на глинтвагенах мы там погоны в наши и бомбить все там крышевать но как знаете у глеба жеглова помните там они думают не на друзьях своих боевых не о родине а так сказать как там от домики в жаворон когда там а коровья кабанчики вот об этом они думают но никак не о службе родины поэтому печально чуть я много много наговорил так с возмущением да друзья мои поэтому как вы верите во все это великолепно то есть вот сейчас перед выступлением президента фсб отчиталось украинского бахнули везде есть американский польский след этих политолога и адвоката задержали опять же в ресторане ну шо ж такое люди пошли покушать но они собирались вырубить весь свет в белоруссии собирались детишек президента в подвал засунуть на него самого и ну и наших тоже но нашего хрен поймешь у них этих подвалов нашего не надо как говорится вот эти злодеи хотели похитить детей это ужасно но нашего и не надо даже в подвал засовывать он и сам любит сидеть в подвалах мы уже знаем что у него там в этом в геленджике там под подземные этажи там 8 этажей вниз уже знаем что и на валдае тоже у нее там подземные этажи паренек паренек любит по это сидеть под землей такой знаете действительно крот из этого из дюймовочки помните какой там зернышко одно зернышко сколько будет есть дюймовочка это знаете крот это вот это наш лысый а дюймовочка это наш бедный народ пенсионеры и он там считает так господа кроты там к нему сколько будет потреблять эту дюймовочка пол зернышко в день с одной стороны немного но все-таки пол зернышко в день это значит в год там целый мешок да это вообще да как же можно сократить рацион да в общем наш лысый крот из дюймовочки продолжает как говорится грести к себе все зерно ну а нам дулю ну как мы понимаем что что внутри него то и вокруг то есть вот эти спецслужбы тоже представляют из себя вот этих трусливых немножко плохо пахнущих кротов которые только грести а дело делать не могут жаль ну что же все друзья мои извините за эмоциональность пока